Всем привет, меня зовут Евгений Бондренко, добро пожаловать снова ко мне домой, у меня новый питомец, мой новый 3D принтер, о котором вы уже возможно слышали на моем канале, но сегодня я вам покажу, что я на нем напечатал, поверьте мне, это нереальные вещи, и я вам расскажу, что он умеет, как он работает, просто познакомлю вас с ним, потому что в дальнейшем я планирую снимать очень много контента с этим 3D принтером, именно на нем я планирую распечатать какие-нибудь грандиозные проекты по типу функционирующий кубик Рубика или что-нибудь еще, можете кстати написать в комментариях, что бы вы хотели, что бы я распечатал, но а сейчас принтер напечатал вот такой маленький калибровочный кубик, чтобы показать вам одну из самых интересных фишек этого принтера, нагревательная платформа здесь съемная и держится на магнитах, смотрите, гениально, мы можем отделить нашу напечатанную модельку вместе с поверхностью и смотрите еще на ее особенность, когда мы ее согнем очень просто отлипает моделька, то есть вообще не будет никаких проблем, особенно когда большая модель, отлепить ее от стола путем того, что она просто гибкая, теперь нам остается только убрать лишнее, поставить магнитную панельку обратно, протереть ее и продолжить печатать, ну а теперь давайте посмотрим, какое же качество может выдавать вот этот малыш обратите внимание на то, как ровно лежат слои, слой к слою без единого зазора, такого качества не выдавал мой прошлый принтер, и я очень рад, что здесь это возможно сделать кубик показывает движение принтера по осям, насколько хорошо печатается горизонтальная, вертикальная и продольная оси этим принтером но это очень простая модель, чтобы показывать возможности крутой машины, поэтому покажу вам кое-что поинтереснее вот все знают вот эту вещь, это бесконечный куб, как он называется, и что самое интересное, он был напечатан на этом принтере целиком вот таким образом производилась печать, кубик лежал в развернутом виде на рабочей поверхности принтера, печатался, пропечатались в каждый из отдельных элементов все движущиеся детали, и после этого, когда я снял его со стола, кубик продолжил двигаться и полностью функционировать как видите, можно распечатать самые нереальные вещи, но это далеко не все, что я вам сегодня покажу, но прежде чем вы это увидите давайте запустим печать на этом 3D принтере, и вы наглядно посмотрите, как он печатает, как он справляется с этой задачей и на его фишки давайте для начала мы его включим, он с нами поздоровался, пока он здоровается, скажу, что для подготовки к печати нужно сделать всего лишь две простые вещи это снять вот эту вот нагревательную платформу и протереть ее спиртом, для того, чтобы на ней не осталось никаких жировых пятен и наша модель прилипла очень хорошо к печатному столу очень круто то, что она такая магнитная, мне прям нравится кстати, если вы заметили, у нее такая текстурная поверхность, на которую будет лучше прилипать и теперь нам необходимо загрузить филамент филамент это вот эта вот нитка, которую он печатает, я выбрал уже заранее серый цвет смотрите еще одну его фишку, как только я завожу сюда филамент он мне предлагает выбрать, а какой филамент я завел мы выберем вот этот вид и как только он прогреется, филамент автоматически будет загружен мне ничего не нужно даже делать своими руками этот принтер чуть-чуть умнее всех остальных принтеров на рынке и поэтому работа с ним обращается в разы сразу скажу, что во время первого запуска он полностью автоматически откалибровал себя самостоятельно все, работу нагревателей, калибровку осей, вентиляторов и всей электроники он сделал все абсолютно самостоятельно и все, что мне остается сделать, это просто нажимать на кнопки и, кстати, сейчас он нагрелся и готов загрузить филамент обратите внимание вот сюда я нажимаю на кнопку и загружается филамент сперва идет прошлый пластик, который был, это был пластик черного цвета после этого должен пойти серый вот он, наш пластик мы выбрали модель, которую мы хотим напечатать и принтер начинает автоматическую предкалибровку перед каждой печатью для этого у него есть специальный вот такой сенсор высоты когда он опускается и практически прикасается к столу он чувствует высоту вплоть до доли миллиметра и это позволяет ему настроить высоту печати идеально точно для этого он делает предварительную калибровку по 9 точкам на столе для того, чтобы первый слой лег просто идеально итак, печать началась вот с такой дополнительной преэкструзии, что ли даже не знаю, как назвать принтер выдавливает излишки пластика из сопла и начинает печатать ну что ж, печать пошла, первый слой начался я вам не буду показывать весь процесс подробно вы увидите в конце ролика, что у меня получилось или не получилось напечатать ну а пока я вам покажу самые интересные модели которые я уже распечатал на данном принтере важная новость все вы меня просите в комментариях распечатать кубик Рубика на 3D принтере друзья, я его уже распечатал и не один дело в том, что над этим проектом я работаю уже очень-очень много времени несколько месяцев, но я хочу довести его до идеала, чтобы показать вам тот самый идеальный крутой хороший кубик Рубика на 3D принтере но давайте с вами заключим сделку вы прямо сейчас подписывайтесь на этот канал и самое главное условие включить колокольчик на все уведомления потому что сейчас YouTube просто не присылает вам мои видео друзья, я стараюсь именно для вас не пропускайте лучший контент на моем канале и тогда вы увидите кубик Рубика на 3D принтере одним из первых самая первая моделька, которую я распечатал на моем новом принтере это вот такой вот логотип Бэтмена очень быстро печаталась моделька, она сразу была забита на флешки и сделана для того чтобы я просто мог сразу что-нибудь напечатать и как по мне получилось очень хорошо, качество прекрасное но больше всего мне нравится пластик он прям такого необычного цвета прям металлическо-серебряного такого серого цвета еще и блестит с такими блестками мне очень нравится но самое интересное а какое же качество способен выдавать этот принтер для этого я распечатал, конечно же, корабль, который всем вам знаком и он получился настолько идеально, что мне кажется, это последний кораблик, который я распечатал просто дело в том, что эти кораблики используются для того, чтобы посмотреть на что способен принтер, напечатав вот такие сложные элементы как круглые, квадратные отверстия, нависания, ровные, выпуклые какие-то части и так далее и просто посмотрите, вот это стандартная толщина слоя здесь он равен 0,3 мм совершенно маленькая толщина но здесь он равен 0,15 то есть в два раза меньше, чем на этом кубике просто посмотрите, вряд ли вы увидите здесь слои сразу же после кораблика я распечатал более детализированную модельку это вот такая лягушка на ней немного лучше видно слои если вы присмотрите, особенно вот здесь на спине слой к слою ложится просто идеальное качество и точность позиционирования печатной головки но все равно здесь видно эти слои несмотря на то, что они всего лишь 0,15 мм толщину однако, если вы думаете, что это максимум, на что способен принтер то нет, он может печататься еще более тонкими слоями например, как вот этой маленькой, просто малюсенькой миниатюрной модели здесь толщина 0,1 мм то есть 10 слоев это 1 мм высоты модели и просто посмотрите, насколько тоненькие эти слои их еле заметно если вы думаете, что они не такие уж и маленькие то поверьте мне, моделька в высоту чуть больше полутора сантиметров но и это, друзья мои, не предел он может печатать еще более тонкими слоями внимание это толщина слоя 0,05 мм их вообще не видно и глядя на эту модель, сложно даже представить и предположить, что она напечатана на 3D принтере потому что слоев здесь не видно абсолютно модель просто полностью монолитна но, к сожалению, печать в таком качестве занимает огромное количество времени и у нее есть свои недостатки как, например, вот здесь на брюшке здесь был слишком сильный обдув и просто немножко покорежило вот здесь слои они получились не такие гладкие, как на спине но, друзья, 0,05 мм 20 слоев это высота в 1 мм для сравнения можете посмотреть на эту лягушку также в качестве теста я распечатал две вот такие модельки это собачка вот такой что это за, кстати, порода собаки я не особо разбираюсь можете написать в комментариях и вот такой вот лисенок, который внимательные зрители уже видели в прошлых моих видео в общем, качество модели и их детализацию вы можете увидеть наглядно прям но, на самом деле, если вы думаете, что можно печатать просто вот такие вот безделушки, которые будут стоять и пылиться на самом деле нет можно печатать и какие-то полезные и функционирующие модели вот вам очень простой пример обычный свисток который тоже, кстати, считается тестовой моделью потому что у него есть свои сложности в печати и он полностью функционирует он свистит вот так поэтому, если вдруг вы футбольный судья без свистка просто купите себе 3D принтер за 1000 баксов распечатайте себе нет никаких проблем однако и это тоже далеко не все сейчас мы перейдем к самому интересному дело в том, что технология 3D печати настолько уникальная что она позволяет печатать уже движущиеся части в одном едином собранном виде как вы видели в начале видео вот этот бесконечный кубик кстати, у меня есть еще один просто из другого материала если вам нужно пишите в комментах обязательно вам отправлю потому что мне две штуки не надо я вам могу его подарить так и что-то посложнее например, вот такие шестеренки это также тестовая модель которая показывает насколько принтер способен печатать функционирующие, движущиеся части и просто посмотрите, насколько хорошо она вращается ну и перейдем к чему-то более внушительному и требующему больше точности друзья, это полностью функционирующая модель болта и гайки да, я согласен с вами это абсолютно бесполезная вещь но тем не менее, она показывает способность и возможность 3D печати и показывает на что способен мой 3D принтер распечатать вот в таком качестве резьбу без каких-либо поддержек да еще и таким классным пластиком это, поверьте мне, большое удовольствие и когда ты понимаешь что детали просто идеально подходят друг к другу окончательно понимаешь что 3D принтер тот, который ты приобрел действительно может очень-очень многое и друзья, для вас я приготовил огромное количество крутых вещей которые можно распечатать на 3D принтере однако, не обошлось и без курьезов также были и вот такие фейлы например, вот такая неудача во время печати модель просто отлипла от стола не потому что стол плохо держит модель а потому что я плохо откалибровал его как вы заметите, по первому слою за счет того, что у нас текстурная поверхность на столе должен быть вот такой узор на дне каждой модели а вот здесь у этого узора практически не видно видно вот такие вот полоски, слои это значит то, что модель была слишком высоко над столом над какие-то доли миллиметра однако, они сыграли свою роль и прям посреди печати кораблик отклеился от стола дальше продолжать печать было уже бесполезно но это далеко не самый обидный фейл который случался потому что, друзья, посмотрите это не все два и три я очень долго не мог понять, почему я не могу распечатать этого дракона но оказалось, дело в том, что пластик был очень некачественным в какой-то момент он просто застревал в трубке и не хотел проходить дальше все из-за того, что его толщина была нестабильной дело в том, что печать производится вот такой пластиковой нитью и ее толщина должна составлять ровно 1,75 миллиметра по всей длине но в какой-то момент толщина нитки увеличилась и она просто застряла и не захотела проходить дальше соответственно, печать обрывалась я постараюсь придумать, как можно решить эту проблему и обязательно распечатаю этого дракончика потому что очень хочется вам его показать хотя бы не в этом видео но, пожалуй, давайте покажу вам его в своем инстаграме переходите по ссылке в описании там в инстаграме ждет вас уже готовый дракончик надеюсь на то, что у меня все это получится вы можете прямо сейчас перейти и чекнуть переходим к чему-то более крутому, интересному и детализированному а именно полноценные модели кстати, напишите в комментариях, как зовут вот эту вот даму я уверен, что многие из вас сейчас подумали, что это Клеопатра но на самом деле ее зовут Нефертити это точная копия Бюста, которому очень много тысяч лет дело в том, что 3D-печать способна не просто воспроизвести какую-то выдуманную модель модель, которую спроектировал 3D-дизайнер но и действительно настоящую модель вот это, друзья, полная, точнейшая копия вот исторической реликвии вот этого Бюста Нефертити известным, наверное, всему миру каждый из вас видел ее фотографии или изображения, а я распечатал ее и она настолько точная, насколько это возможно если вы присмотритесь, то заметите даже небольшие сколы замените все детали так же, как и оригиналы у нее от кого-то кусок уха остались еще следы от ожерелья на груди еле-еле заметные чтобы сделать настолько точную модель необходима лишь одна технология 3D-сканирование так вот, оригинал вот этой статуи был отсканирован и распространен в интернете для того, чтобы любой, кто имеет 3D-принтер, мог напечатать вот такую вещь ну а теперь перейдем к чему-то более масштабному друзья, готовы видеть огромную модель? посмотрите, какой милый грудь выполнен он в высоту 21 сантиметр это максимальная высота, на которую способен мой 3D-принтер просто посмотрите на эти детали идеально распечатались даже вот эти вот древесные кольца которые есть на срезе дерева вот на ноге груда вы можете это видеть кора, все вот эти вот переходики просто идеально и моделька в целом выглядит просто потрясающе и круто украшает мою квартиру но есть один недостаток здесь тоже не без фейлов посмотрите сбоку видите вот эту вот бороду это говорит лишь об одном что принтер в какой-то момент сбился и начал печатать не в нужном месте, а рядом и к сожалению получилась вот такая борода но благодаря тому, что этот принтер немного умнее остальных он все-таки смог вернуться и продолжить печать поэтому я не потратил пластик зря и модель получилась готовая хоть и немного испорченная но это легко исправить давайте прямо сейчас обрежем вот это вот лишнее и посмотрим, что у нас получится слушайте, ну получилось то неплохо практически ничего не видно а тем более, что находится он в шов в таком месте что мы туда как бы заглядывать и не собираемся вот он себе стоит и стоит и вообще никаких намеков на то, что здесь есть какой-то дефект вообще я очень был удивлен, что печать все же завершилась до конца потому что в случае, если бы я печатал его на любом другом принтере он бы просто напечатал голову рядом она бы отвалилась и модель была бы испорчена а пластик был бы потрачен впустую но, тем не менее, моделька получилась и это удивительно принтер просто понял, что ошибся ошибаться свойственно всем принтерам но он вернулся обратно с точностью до миллиметра я даже не знаю идеально и я очень доволен прежде чем я вам покажу самые интересные модели которые я напечатал скажу, что все вот то, что у меня находится на столе было напечатано для того, чтобы понять, как печатает принтер с какой скоростью, с каким качеством какими пластиками и выявить его недостатки, чтобы в дальнейшем их исправить пусть даже некоторые из этих моделей кажутся бесполезными но, друзья, самая полезная моделька, которую я спечатал на этом 3D принтере находится прямо у меня в кармане друзья, естественно, я размечал не телефон, а чехол на мой телефон просто посмотрите, как это здорово я пользуюсь телефоном каждый день каждый из вас пользуется телефоном постоянно и даже сейчас вы смотрите ролик с мобильных телефонов соответственно, мы каждый день пользуемся и чехлами поэтому это, наверное, первая вещь, распечатанная на 3D принтере которой я пользуюсь абсолютно каждый день и кроме всего прочего это не просто чехол, друзья он напечатан из гибкого материала поэтому он способен, во-первых, вот таким образом изгибаться а во-вторых, ну, держать удар то есть он действительно полноценный если вдруг я уроню телефон чехол возьмет на себя удар потому что пластик резиноподобный вот такой мягенький и, по-моему, это просто шикарно также именно на этом чехле очень хорошо видно что поверхность, на которую ложится пластик на принтере такая шершавая и у него даже вот такая текстурная крышка получилась знаете, мне настолько понравилось печатать гибкими пластиками что я напечатал еще один чехол для Ксюши, но уже из другого материала и он еще более потрясающий потому что он более гибкий этот материал называется ТПУ если я не ошибаюсь он расшифровывается как термостойкий полиуретан хотя могу ошибаться, друзья поправьте меня в комментариях, если что и это именно тот материал из которого на самом деле изготавливают чехлы для мобильных телефонов и обувь и прочие гибкие штуки друзья, просто посмотрите, какой он гибкий невероятный материал я вам покажу, как он выглядит вот катушка с этим материалом и просто посмотрите, насколько пластиковая нить вот эта гибкая она по структуре напоминает, ну не знаю, вареную макаронину просто она очень гибкая, ее можно завязать хоть на узел, хоть на два узла по сравнению с жесткостью обычной пластиковой нити которую очень легко можно погнуть и сломать с этой такого не происходит однако добавляется куча головняка с печатью вот этой вот гибкой нитью но тем не менее мой принтер с этим справляется просто посмотрите на это, чехол, полноценная функционирующая вещь на 3D принтере здорово я прям в восторге если вас также удивил этот чехол то обязательно поставьте лайк подпишитесь на канал ну а сейчас давайте посмотрим еще на одну модельку из такого же точно материала я распечатал вот такую модельку всеми известного покемона это же бульбазавр посмотрите насколько хорошо он получился и что самое главное он гибкий это такой знаете покемон антистресс у него и как бы все пикачу получился очень прикольным и он распечатанный как будто бы из желе дело в том что у этого пластика есть еще одна особенность он полупрозрачный поэтому некоторых местах вы можете видеть как просвечивается внутреннее заполнение модели сквозь внешнюю стенку и как оно изгибается очень крутой материал напишите чтобы еще из него напечатать мне просто безумно понравилось печатать гибким пластиком подводя итоги скажу что 3d печать это хобби которое мне очень нравится я просто без ума от того что на самом деле можно напечатать у меня просто огромное количество идей для вас я буду радовать вас новыми роликами новым контентом по 3d печати и я очень рад что я и вы вместе со мной познакомились с возможностями моего нового 3d принтера вы увидели что он может насколько точно он может печатать что он может делать даже вот такие гибкие детальки поэтому передо мной открывается просто огромный мир 3d печати которые я хочу показать вам поддержите меня подпиской на мой канал если вы хотите увидеть действительно крутые уже полезные и интересные вещи на 3d принтере но начале видео мы начали печать и я обещал вам показать результат итак ребятки печать окончилась заняла она около 7 часов а точнее 7 часов 20 минут давайте снимем вот это изделие пока не буду говорить что это такое вы можете повнимательнее посмотреть и напишите в комментариях свои предположения что же это может быть ну чтобы точно поняли давайте покажу вам ее поподробнее посмотрите это некая деталь которая печаталась вот таким образом на принтере и судя по всему но как-то должно раскладываться здесь очень много движущихся частей вообще это была непростая задача для принтера потому что очень много вот таких нависающих элементов много мелких таких мостиков как будто которые печатаются воздухе и принтер справился с этим на ура качество просто восхитительное но давайте пробуем разложить это в уже действующую модель вот таким образом так получается вот такая клетка дальше мы опускаем дно и закрываемся крышкой вот такая коробка получилось боже потрясающая модель которая очень хорошо демонстрирует возможности 3d печати и но к сожалению коробка получилась пустая не знаю что у нее положить предлагаю вам накидать сюда своих лайков колокольчиков и подписок всем большое спасибо за просмотр ну а сам был я евгений бандренко всем пока и хорошего настроения я знаю что это пикачу а 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